Значит, ранняя диагностика диабетической болезни в моторном практике Кирилла Юрьевна Соловьева, кафедра неврологии РНИМО. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. Начинаю свое выступление по ранней диагностике диабетической нейропатии. Я являюсь профессором кафедра неврологии Фабикова РНИМО и хотела бы поговорить с вами по поводу проблемы полименопатии. Да, вот это было вступительное слово на свидателе, что сейчас вот пандемия, ковид, но какие разные эпидемии. Мы говорим об эпидемии 21 века, о ковиде, а не стоит ли обратить внимание на то, что пандемия существует и другого типа. Диабет второго типа – это эпидемия 21 века. Такая, что топ-10 стран по заболеваемости с сахарным диабетом, заболеваемость существенно превышает ту проблему, которая обозначена как ковид-19. На нее стоит значительно больше, на мой взгляд, обратить внимание, тем более, что Россия в этих топ-10 странах занимает пятое место. Это высокое место. Мы знаем, что осложнение сахарного диабета является достаточно сложной системой, подвергается диабетическому осложнению и головной мозг в виде инсульта. Возникает диабетическая ретинопатия, нефропатия, сердечно-сосудистые заболевания. Мы сегодня поговорим о диабетической нейропатии. Кстати сказать, распространенность осложнений с сахарного диабета, именно диабетическое поле нейропатии занимает приоритетное место наряду, скажем, с нефропатией, тинопатия и наряду с гипертонической болезнью. В чем смысл и какая проблема заключается в осложнениях в отношении сахарного диабета? Все дело в том, что роль конечных продуктов гликирования в повреждении периферических нервов является очень существенной. К сожалению, циркуляция этих продуктов в тканях провоцирует постепенное разрушение нервных волокон и микрососудов, и изменения, которые приводят к расстройству метаболизма и повреждению гибели непосредственно клеточных структур, вызывают сосудистые механизмы гипоксически-шемического повреждения ткани, а те, в свою очередь, вызывают расстройство метаболизма, вот такой замкнутый круг, оба эти процесса взаимно потенцируют друг друга, замыкают порочный круг поражения, ускоряя и поражение сосудистой стенки и ткани с высоким метаболизмом, и предопределяя, к сожалению, раннее развитие неврологических осложнений. Сегодня таким важным в понимании механизмов повреждения на клеточно-молекулярном уровне является признание ведущей роли окислительного стресса в патогенезе осложнений сахарного диабета. Именно неферментное ликирование белков, повышение уровня свободных радикалов, синтез простоноидов, переход на полевый путь, утилизацию глюкозы, истощение эндогенной антиоксидантной защиты приводят к процессу окислительного стресса, который является ведущим патогенетическим механизмом в развитии различных заболеваний и при диабете в том числе. Я хочу здесь показать вам нерв, периферический нерв, который выглядит очень красиво на 3D изображении. Вот его осевые цилиндры. Мы видим здесь переневриум, красиво расположенный милиновая оболочка, которая непрерывно имеет такой сегментарный уровень строения. И изменения, которые возникают при повреждении этого нерва, выглядят приблизительно таким образом. Обратите внимание, что наибольшему повреждению подвергается именно дигитальный, то есть дистальный отдел периферического нерва. В нем больше, даже чем в проксимальном, происходит разрушение. И на сегодняшний день диабетическая нейропатия – это комплекс клинических и субклинических синдромов, каждый из которых характеризуется диффузным или очаговым поражением периферических и или автономных нервных волокон в результате и метаболических, и сосудистых, и других нарушений, сопутствующих сахарному диабету. Существует очень много классификаций диабетической нейропатии. Классификация, которой многие пользуются в отношении того, что поле нейропатии возникают при нарушении уже толерантности к глюкозе. Генерализованная поле нейропатии, фокальная или мультифокальная нейропатия. Диабетическая поле нейропатия, которая ассоциируется с хронической воспалительной демидонизирующей поле нейропатии. И, между прочим, здесь существует и гипогликемическое поле нейропатия. Существует понимание того, что генерализованная симметричная форма может быть дистальнее, а может быть сенсомоторной, а может быть преимущественно сенсорной. И вообще вот эта классификация диабетической нейропатии, которая была предложена Сергеем Викторовичем Котовым в 2016 году, она, на мой взгляд, клинически очень удобна. Если это поражение сенсомоторной зоны в дистальных отделах или сенсорной зоны, мы говорим о генерализованной симметричной поле нейропатии. Если это фокальная или мультифокальная мононейропатия под повреждением мононерва, корешка радикулопатии, либо сплетение плексопатии, либо это проксимальная такая асимметричная нейропатия, мы говорим о такой фокальной форме. Ну и, наконец, автономная нейропатия с симпатологиями или висцеральными проявлениями. Надо сказать, что дистально-симметричное поле нейропатии – это наиболее частая форма. У 50% больных с сахарным диабетом она наблюдается и выделяет два клинических варианта – острая болевая сенсорная и хроническая сенсомоторная. Обратите внимание, острая проявляется болевым синдромом, хроническая, помимо болевого, имеет еще и двигательные нарушения. Дераспространенность дистально-симметричной поле нейропатии очень высокая у каждого четвертого пациента, причем нарастает со стажем, и 65% больных страдает от этой поле нейропатии, если стаж заболевания у них порядка 25 лет. Так как в основе этого заболевания лежат метаболические нарушения, имеющиеся уже у пациентов в состоянии преддиабета, частота проявлений и в этих группах очень увлека. Посмотрите, Мичиганский опросник и исследование, которое было проведено Моникой Корой-Эксборг, показало, что даже при нормальных уровнях, при нормальной перелерантности к глюкозе, уже идет определенное количество пациентов, у которых регистрируется дистально-симметричная поле нейропатии. Ну а здесь данные старые достаточно балаболкины, что действительно в зависимости от данного стажа, давности сахарного диабета с нарастанием стажа, частота дистальной поле нейропатии увеличивается. Какие клинические проявления острой болевой дистально-симметричной диабетической поле нейропатии? Вообще надо сказать, что преимущественно возникает у пациентов мужского пола, может проявиться в любое время при первом-втором типе в виде дистальных парастезий, болей, джжения, прострелов. Болевые проявления усиливаются в покое в ночное время и уменьшаются днем, как ни странно. Незначительное раздражение, даже прикосновение одежды, постельного белья делает невыносимую боль, возможно изменение кожной температуры, локальный гипергидроз, сухожильные рефлексы, глубокие виды чувствительности интакты. Возможна связь, кстати, с началом инсулинотерапии, так называемой инсулиновой неври. Хроническое проявляется по-другому. Постепенное начало, жалобы на умеренную, не такую острую жгучую боль, восхождящее снижение чувствительности по типу перчаток и носков, выпадает ахиллофриклец, появляется слабость, может быть умеренная атрофия мышц. Электронермиография показывает изменение чувствительных и двигательных волокон, прогрессирование характерно, другие осложнения сахарного диабета возникают достаточно часто. В любом варианте развития полимеропатии мы выделяем нулевую субклиническую стадию, пока вообще нет никаких симптомов, больной не жалуется, но в лабораторных условиях можно ставить уже этот диагноз. И клиническую стадию, это амиотрофия, которая характеризуется, больше характерна для поджилого возраста, связана с мышечной слабостью, ночными болями, безболезненная полимеропатия и позднее осложнение диабетической полимеропатии, уже проявившиеся язвы, нетравматические ампутации, нейроостеоартропатии. Распространенность по стадиям такова, что на самом деле наиболее распространенным вариантом является первая стадия. Это очень хорошо, потому что мы можем курировать это заболевание, поскольку точка необратимости – это переход рубежа от второй к третьей стадии диабетической полимеропатии с грубыми структурными изменениями нерва, гибелью клеток, и дальше мы уже ничем нашим пациентам помочь не можем. Вот, пожалуйста, за время заболевания синдром диабетической стопы, примерно у 15%, считается, что каждые 30 секунд выполняется одна ампутация, вот эта точка необратимости, она пройдена. Важным моментом является распространенность нейропатической боли. Она фокальная, может быть, диффузна, такая боль с жгучим компонентом, при минимальном сансомоторном дефиците. При всем при этом у пожилых наиболее часто безболевая форма. Надо сказать, что диагностика нейропатической боли ранжируется по вот этим компонентам, вот такого болезненного ощущения жжения, холода, удара током, сопровождающимся покалыванием, анемением, пониженной чувствительности к прикосновению, и вот при таком опроснике, когда вы набираете сумму 4 и более баллов, характер этой боли указывает на нейропатический компонент. Существуют критерии диагностики диабетической нейропатии, длительная гипергликемия, сахарный диабет, дистальная, симметричная, преимущественно сенсорная поля нейропатии, исключены другие, кроме сахарного диабета, причины поля нейропатии, но и сопутствующие признаки сосудистых осложнений, нефропатии и ретинопатии. Сегодня современные подходы к диагностике поля нейропатии, дистально-симметричные, включают оценку 5 параметров. Это субъективное проявление, объективные признаки повреждения периферических нервов в результате неврологического обследования, сенсорное тестирование, вегетативный тест и, конечно, данные электрофизиологического обследования. Надо сказать, что оценка и тестирование чувствительных различных модальностей проводится с помощью различных методов. Тактильная с помощью монофиламента, вибрационная с помощью камертона, болевая с помощью укола тупой иглы, ну а мышечное суставное чувство определяет направление движения концевой фаланги большого пальца стопы. Определенные пробы проводятся функционально для изменения мышечной силы, вставание на носки, пятки, оценка максимальной мышечной силы при сокращении определенных мышц. Вот такого рода диагностика шкала НИСЛИ позволяет нам говорить о невропатической симптоматике, сопровождающей сахарный диабет. Диагноз дифференциально-диагностический здесь должен проводиться с другими возможными вариантами. Это с воспалительной нейропатией, с метаболической нейропатией, паранелопластической, дискомимической, амилоидной, наследственной. Поэтому на сегодняшний день такую симптоматику клиническую может иметь не только в последствии с сахарного диабета, но и многие другие заболевания. Это, конечно, следует учитывать при осмотре наших пациентов. Равно как и при формировании диагноза дифференциально-симптичной поля нейропатии при метаболическом синдроме. Вопрос в том, гипогликемический или нейрометаболический контроль поможет нам избежать поля нейропатии. К сожалению, даже современные возможности контроля сахарного диабета не предотвращают развитие и прогрессирование поля нейропатии. Концепция гипергликемической памяти сегодня становится ведущей. Поэтому, к сожалению, продолжительное снижение уровня глюкозы не влияет на скорость развития осложнений. И поэтому надо ран, как можно раньше лечить осложнение, независимо от уровня глюкозы. Вот один из механизмов здесь представлен метаболической памяти, который связан в ликировании белков в структуре дыхательной цепи митохондрии, которая приводит к нарушению ее работы уже независимо от уровня сахара образованием свободно-радикального окисления того самого окислительного стресса. Патогенетическая терапия поля нейропатии Дистальна включает разные препараты. Это и ингибиторы, идет таза, альдальдолазы, это альфа-липоевая кислота, но немножко мы подзабыли про актовигин, про вазодилататоры, про бенфотиамин, который является показанием для использования поля нейропатии С-пепти. Но из этой большой когорты препаратов альфа-липоевая кислота, по выражению знаменитого биохимика Леопаркера, это альфа-липоевая кислота, это антиоксидант в квадрате. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая очень быстро окисляется в организме за счет своей химической структуры до дисульфидного мостика, превращаясь в дигидролипоевую кислоту, где имеется С-H-группа. А С-H-группа это не что иное, как ловушка свободных радикалов. Она быстро замещается атомом кислорода или другим свободным радикалом и точно так же может связываться с реактивными ионами железа. Она включена в европейские рекомендации по лечению дистально-симметричной поля нейропатии и, надо сказать, что снижает глюкотоксичность, снижает повреждение структур клетки в результате окислительного стресса, снижает негативное влияние вот этих токсичных продуктов распада в битве глюкозы. Поэтому альфа-липоевая кислота, синоним теоктовая кислота, является патогенетически обоснованным средством. У нас разные есть препараты на основе липоевой кислоты. Я представляю вам берлитион, препарат, который мы используем не только для лечения диабетической поля нейропатии, но и при алкогольной поля нейропатии, поскольку восстанавливает различного рода проведение нервных импульсов по волокну. Способы применения этого препарата указаны в этой таблице. Берлитион можно использовать в таблетированной форме внутрь, в суточной дозе 600 мг, по 2 таблетки 1 раз в сутки. Можно использовать концентрат для внутривенного введения, 300 мг или 600 мг. Важно отметить, что таблетки надо принимать натощак и строго за 30 минут до приема пищи. Вообще, исходя из опыта клинических исследований, рекомендуется следующая схема терапии. Инфузионно-капельно где-то 2-4 недели, в суточной дозе 300-600 мг, переходы на таблетированные формы в течение 3-4 месяцев. Профилактика неврологических осложнений связана, конечно, с разъяснительными беседами с пациентами, приверженность терапии, конечно, уровень глюкозы, надо контролировать сахар в крови, конечно, ранняя диагностика, конечно, здоровый образ жизни, анализы на гликированный гемоглобин и своевременное начало лечения, курсовое лечение до нескольких раз в год и наблюдение у пациентов с сахарным диабетом, как у кардиолога, так и у эндокринолога и обязательно у невролога, чтобы не перейти эту точку необратимости. Вот мы сейчас все находимся с вами в эпоху коронавирусной инфекции. И что интересно, Международная диабетическая федерация показала, что более 10% смертей приходится на пациентов с COVID-19 с фоновой патологией. И из них 7-8% это больные с сахарным диабетом второго типа. Признаки, которые определяют высокий, очень высокий риск тяжелого течения, как раз сопутствующий с сахарным диабетом и ожирение. Поэтому в большинстве случаев заболевания периферической нервной системы не являются дополнительным фактором, но все-таки вот острая воспалительная демилинизирующая полинаэропатия, как вариант полинаэропатии, ХВДП может осложнять течение COVID и приводить к различным неблагоприятным факторам. Поэтому очень важным аспектом здесь при использовании различных лекарственных препаратов для лечения COVID-19 является очень внимательное понимание, как препараты, которые мы используем при лечении болевых форм полинаэропатии, взаимодействуют с лекарствами, которыми лечит COVID. Эти факты нужно знать, чтобы понимать, что мы, избегая болевого синдрома, можем нанести вред больному с COVID-инфицированным. Я всем желаю доброго здравия, я всем желаю не болеть и обращать внимание на своих пациентов, на первичную профилактику неизбежного возникновения полинаэропатического синдрома в условиях сахарного диабета. На источник приобретимости избежать. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Я так понимаю, что у меня... Это от меня пошло, да, реализморация? Ну хорошо. Ну хорошо, вопросы. Мне сейчас выключить микрофон? А как? На компьютер у меня не выключено. А, здесь выключено. Я уже запутался, где включить, где выключить. Столько кнопочек разных. Так, друзья мои, вопросы. Ну я просто напоследок дернулся в отношении от COVID-а. Помирают, конечно, люди с диабетом, это понятно, но только этим людям ближе к 80. Поэтому это не просто сахарный диабет, вообще второго типа, а это люди глубоко пожилые. 60% умерших во многих странах это просто жители домов-престарелых. Поэтому здесь нужно с некоторой точностью произносить такие вещи, иначе все боятся. А у меня диабет, мне 20 лет, ну 20 я уже. Утрирую, понятно, да? У меня вот ужас, ужас, ужас. Да никакого ужаса нет. В молодом возрасте. Никого фрустрировать не будем, конечно, но понимать, что сочетанная патология, это все ухудшает состояние этой инфекции. Впрочем, как и любой инфекции, не только ковидом. Ну, совершенно верно, да. Тут у нас просто все время ковид обсуждается как болезненная немножко тема, и мы поэтому педалируем некоторую все-таки относительную безопасность этой болезни, потому что по самым простым подсчетам, которые мы сами делаем, летальность в стационаре, не в стационаре, нет, извините, летальность составляет меньше 0,1%. Это по нашим данным, вот прямо здесь могу вам показать циферки. Когда мы там про стационар, коем-нибудь говорим, да, или там дом престарелых, или в России это психоневрологический диспансер, диспансер, вот там умирает много, да, там до 10 и даже больше процентов. А так на круг не очень много погибает. Так, не созрели вопросы, нет? Я не вижу ни в чате ни вопросов, нет никаких. А, да, пожалуйста, я транслировать буду вопросы. Какой роль играет препарат Актовигин? Какой роль играет препарат Актовигин? Ну, дело в том, что у препарата Актовигин есть собственная функция, снижающая гипергликемию, с одной стороны, но с другой стороны было обозначено, что именно влияние на окислительный стресс определяет возможность вот деривата, которая получается из кровителя, а именно Актовигин, влиять на вот именно патогенетические извинения окислительного стресса, задействованные повреждения нервных волокон, вот как именно патогенетическая особенность через аспекты свободно-радикального окисления. Такие работы были сделаны, они были давно. К сожалению, сегодня мы как-то забываем про этот лекарственный препарат, по крайней мере, в неврологии перешли исключительно на тектовую кислоту, липоровую, перешли на метаболиты, витаминные группы В, но в свое время были получены очень хорошие результаты, я думаю, что такой ренессанс Актовигин еще наступит. Спасибо, это вы мне специально наступили на мозоль, потому что Актовигина есть одно замечательное свойство, ни одного доказательства эффективности нет, это препараты серии фуфломицинов, стоит номером один среди фуфломицинов, вот, поэтому мы с ним боремся уже много десятилетий фактически, но побороть его трудно, потому что, как сказал Апазов, многие препараты умирают с поколением людей, которые их принимают. Но здесь можно спорить в отношении доказательной медицины, по крайней мере, я должна вам сказать, что плацебо, не плацебо, но в свое время серьезные были исследования компании Таги. Нет, никаких исследований нет, мы же проверяем, когда такие вещи произношу, то я произношу я вас поняла, да, с бесспорной, так сказать, позиции. Я же не просто так выступаю против препаратов, которые не имеют доказательства. Но, поэтому мы сегодня делаем акцент на липоевой кислоте, которая включена во все международные стандарты, куда актовигин вот не входит, но неврологи используют до сих пор лекарственные препараты. Ну, неврологи, гинекологи, это мы знаем, что используют, я же не говорю, что он не используется, я говорю, что он не имеет доказательства. Хорошо, спасибо большое.